Всем привет! Это Тест Драйв ТВ. Для тех, кто устал от Лады Весты, вот вам отдушина премиальные кроссоверы. Цель этого теста выяснить, как далеко зашел прогресс. Audi Q5 выпускается уже 8 лет с небольшими изменениями. А Mercedes GLC это буквально горячая премьера и мы решили посмотреть, насколько далеко зашел прогресс. Субтитры делал DimaTorzok Мы соображали, что нужно держать пороги в чистоте, поэтому двери закрывают пороги, заходишь в чистых брюках, штанах и джинсах. Ну и впечатление от интерьера такое. Да, видно, что староват, особенно когда поездишь на новых Audi Q7, понимаешь, что скорее бы новая вышла, потому что уже вчерашний день. Но при этом все отлично в плане эргономики, вопросов никаких нет, качество материалов, ну разве что передняя панель простовато, скажем так. Да, то есть просто пластик, мягкий, приятный, но все же пластик, даже без имитации кожи. По дизайну здесь просто, ну, просто он вышел из моды, а так никаких претензий. Да, ну и следует учесть, что у нас тут такая довольно бедненькая комплектация, здесь даже нет полноценного MMI. Здесь даже есть такая, типа, пародия такая на MMI, урезанная версия. Электроприводы только водительскому креслу, да, но есть электропривод водительского кресла, причем во всех направлениях и регулируется поясничный подпор тоже кнопками. Ну и что могу сказать, по удобству посадки у меня претензий вообще нет. Чем отличается премиальный автомобиль от непремиального, то есть тут вот просто кресло прелестное. Да, в меру выраженная боковая поддержка, в широких диапазонах руль регулируется, мне все нравится. Приборка симпатичная, обычная вот аналоговая, да, классическая такая. Ну да, по современным меркам маловато экран мультимедийной системы, но опять же, это особенность такой простенькой нашей версии. Ты помнишь, как 8 лет назад мы умилялись, как индикации парктроников, да, избалованы четырьмя камерами уже. Поэтому, да, в Audi все очень хорошо, качественно, ну, без излишнего пафоса. И, конечно же, понятно, что с оглядкой на возраст автомобиля. Ладно, конечно, соглашусь, Мерседес выглядит современнее. Чувствуется, что эта модель актуальная этого года, да. Все модненькое, дизайн в духе последних Мерседесов, все классно. Будем говорить, цешки. Да, потому что когда-то консоль от цешки заимствована, да и руль от цешки, приборы от цешки, тут почти все. Меня смущает все равно вот этот мерседесовский экран мультимедийной системы. Он похож на планшеты вот первых годов выпуска, да, то есть такой маленький экран и огромная толстая рамка вокруг него. Ну, чтобы рамка была тоньше, нужно еще тысячу-другую евро заплатить и будет у себя там нормальный современный планшет. Ну, не, ну все равно планшет китайский стоит 50 долларов, вот с тоненькой рамкой было бы вот изящное и красивое решение. Ну, ладно, это такая придирка просто. На самом деле интерьер Мерседеса смотрится отлично в своем стиле, в своем ключе. Материалы не придерешься. Ты помнишь, какой был салон у ГЛК? Вот просто квадратно рубленый. Квадратный, там пластмасса какая-то из торсырья была, а здесь вот просто все замечательно. Доделка под дерево, такой рояльный пластик, уже поцарапан весь, кстати, в мелких-мелких царапах. Да, да, вот ограниченный. Я думаю, что он очень быстро потеряет свои товарные. Советую брать, там есть вариант отделки матовой, брашированное дерево, там не глянцевое, приятная фактура. Посадка удобная, то есть сидишь, если в ГЛК, я помню, сидел как в маленьком-маленьком, усохшемся внедорожничке, то здесь скорее сидишь в каком-то высоком седане универсале. Ну и опять же, кстати, я, наверное, даже если с закрытыми глазами сяду вот в это кресло, я узнаю, что это Мерседес. У него есть одна такая специфическая особенность, очень длинная подушка кресла. Да, она еще и выдвигается, то есть тут, ну вообще, у меня подушка находится, край подушки где-то под коленями, да, то есть, ну, это реально очень-очень круто. Вообще, мерседесовский стиль современный радует, все такое, значит, кто-то там называет барокко, кто-то рококо, да. То есть, пышно, классно, там, без каких-то надуманных вещей. Но, все-таки, он в большей степени на любителя такой. Ауди, скажем, такой универсальный дизайн интерьера, а Мерседес уже либо нравится, либо не нравится. Мне нравится. То есть, противоположное мнение. Тебе нравится? Мне? Нет. Как это тебе не нравится? Только почему кнопка так торчит, вот, запуска двигателя? Она похожа на кнопку, вот, знаете, на станках-то, как красная большая кнопка выступающая, ты так по ней бьешь руку, так и здесь может. Диапазон регулировок, огромный, смотри, руль, как на каком плече регулируется, сиденье, да, шикарное. Боковая поддержка есть и в районе бедер, и в районе лопаток. Ну, по-моему, кресло посвободнее, вот, в плане боковой поддержки, кресла, да, вот, и такие более плотно обнимающие. Но, все равно, к удобству кресел у меня вообще никаких претензий. Ну, немецкий, премиум класс, что еще скажешь? Можно только... Можно только пересесть на заднее сиденье? Да, пойдем. Учитывая, что у Mercedes колесная база на пару сантиметров длиннее? Да, да, где-то на шесть с половиной. Audi Q5 и во времена своей молодости была одним из самых просторных кроссоверов, если говорить о заднем ряде. Да, и с возрастом не усохла. Да, что неудивительно. Ну, конечно, места здесь очень много, достойно запас поколением. Да, у меня сантиметров, наверное, пять, даже десять остается до спинки переднего кресла, при том, что она отрегулирована под мой рост. Да, замечу, что вот эти выемки, да, в спинке, а-ля Mercedes, такие, знаешь, как, шутки ради сделаны, типа, смотрите, мы здесь и баскетболисты перевезем. Потом мне нравятся удобные ручки под естественный хват на дверях, мне нравятся ручки открывания дверей, они, опять же, не заставляют выворачивать как-то неестественно локоть. Потянул, открыл, все очень удобно. Да, места над головой, смотри, сколько, это тебе не четырехдверное купе. Да, ну, и можно придраться еще к вот такому слишком уж простенькому подлокотнику, в котором даже нет ни подстаканника, ни какой-то полочки, там, ни отсека для мелочей. Из удобств здесь есть розетка на 12 вольт автомобильная, и ниже пепельница. Паша, зацени, как вы удобный диван, ну, вообще, классно сел, и высоко, да, поддержка бедер отличная. Обращаю еще в твое внимание, есть регулировка спинки по углу наклона, но, правда, всего в двух положениях, вот, более вертикальная, ну, и в более спальный режим. Да, чуть большим наклоном, подушка при этом не двигается, никак не меняет свое положение. Вот, минусик полноприводного кроссовера, да и почти любого в широченный центральный тоннель. Да, так что третий пассажир не обрадуется, поэтому лучше всего здесь находиться вдвоем. Так что серьезных претензий нет, они в основном касаются, ну, скажем так, особенностей комплектации, да. Ну, единственное, что чисто такое субъективное ощущение, что здесь вот темная крыша, темный салон, и как-то сзади давит немножко. Первое замечание к Мерседесу, да, когда садишься в салон, в пороге, то есть дверь у него не закрывает пороги, соответственно, если они грязные, грязные твои штаны. Ну, и кроме того, сама по себе посадка в Мерседес не такая удобная, причем это идет еще с GLK. Так, непонятно почему, проем вроде широкий, да, проем широкий, но получается, что очень сильно выступает колесная арка сюда, и для того, чтобы вылить, тебе приходится ее как-то так обходить. Но посадка удобная, может быть, даже чуть-чуть удобнее, чем в Audi, я чувствую над макушкой гораздо больше места. Да, сантиметров где-то на 3-4 больше места. Я кресло переднее под себя отрегулировал, ну, запас примерно такой же, как и в Audi поколения, не больше и не меньше. Но мне больше нравится угол запряжения спинки и подушки, выбран более правильный, подушка чуть-чуть больше приподнята, и получается лучше поддержка для бедер. Место для ног, да, для стоп, просто вагон, тут можно в огромных зимних ботинках сидеть, центральный тоннель такой же массивный. Да, тут другого сложно было ожидать, ну и вот подлокотник, здесь есть ниши для мелочей и есть два подстаканника. Сюда можно положить гамбургеры, а сюда поставить кока-колу. Еще одно такое ключевое отличие заднего ряда, здесь есть дефлектор и обдува для пассажиров задних Audi. Причем их можно включить или выключить. Да, спинки не регулируются по углу наклона, хотя, кстати, могли бы и сделать на самом деле. И мне не нравится расположение ручек открывания двери и самих дверных ручек. Они находятся очень низко и вот при открывании двери приходится неестественно выворачивать кисть и как-то локтем непонятно толкать дверь. То есть в Audi все гораздо удобнее под естественное движение руки. Хотя держать предплечье на подлокотнике таком достаточно удобно. Ну да. Открывать тут. Давай измерим ширину салона на уровне локтей. Где у нас локти? Локти вот здесь. Там где... Здесь 147, кстати, на 6 сантиметров уже, однако. Ну вот такой нюансик. Но на самом деле вот так визуально не скажешь, что Mercedes как-то намного уже или теснее Audi. То есть по пространству, по ощущению пространства все то же самое. Причем и все те же ощущения давящей черной крыши тоже сохраняются. Ну на меня она как-то не влияет. Смотри, я тут разглядел. С ними тут есть подсветка интерьера. Сейчас она бирюзовая. По задним рядам почти паритет. Разница в каких-то нюансах. Там эргономически. Да, кому-то нравится так, здесь, кому-то так. А в целом, я бы сказал, что абсолютное разницу. Ну что, багажник Audi 540 литров. Есть подполье, в котором хранится докатка. Докатка-надувайка, да? Кабмета, да, так называемая. Спинки задних сидений можно сложить из багажника, подтянув за фиксаторы. Дверь поднимается на высоту достаточную, для того, чтобы я со своим метр восемьдесят шесть спокойно здесь стоял и грузил вещи. Ну еще отмечу, что у багажника Audi есть четыре токелажных петли. Если введете какой-то тяжелый груз, можно привязать его надежно. Ну, либо здесь растянуть специальную сетку. Так, багажник Mercedes 550 литров. Смотри, крышка тоже высоко поднимает, это легко под нее станешь, да, даже выше. Вот только по поводу объема, я думаю, что 550 литров это вот с этим огромным подпольем, где нету запасного колеса вообще никакого, но есть ремкомплект. Да, потому что визуально багажник Mercedes, ну, и ниже, и уже. Так, крючок можно зафиксировать. Спинки заднего ряда тоже складываются дистанционно нажатием рычажка. И, как видишь, причем отмечу, что тут спинки падают и укладываются уже в окончательное положение, а в Audi нужно дожимать, да. И тоже, смотри, почти горизонт, отлично, куча места. Да. И вот мне такое решение со шторкой все-таки больше нравится. У Audi жесткая полка, а это как-то, она и снимается легче, и раскладывается проще. Но ничего тяжелого на нее не положишь. А, надо ли, потом прилетит от голововой стекла. Mercedes GLC. Первое, что тебе нужно знать о любом Mercedes, это то, что в нем куча интеллекта. Вот, например, эта машина может, не только может, но и умеет предупреждать о небезопасном сближении. Если ты там едешь по городу, кому-то в бампер упираешься, дистанцию не соблюдаешь. То, что она там сначала тебе красный треугольничек зажигает на панели прибора, потом звуковой сигнал подает. Но тормозить Mercedes GLC сам не умеет, то есть он как бы видит препятствия. И распознает его, да. И распознает, да. Но водитель должен отреагировать на препятствия, то есть должен коснуться к педали тормоза, и тогда система электронная просто на максимум активирует тормоза, и машина становится максимально эффективно. Значит, меня это радует, потому что я уже начал думать, что это вообще автомобиль для блондинок, которые не поддерживать дистанцию, не тормозить сами не умеют. Но оказывается, все-таки, вот что-то тут нужно делать самому. Вот, еще, конечно, тут куча плюшек, да, 4 камеры кругового обзора. Кройсконтроль на этой машине обыкновенный, пассивный, ну, есть адаптивный, само собой. Ну, и еще вот фирменная плюшка всех Mercedes уже там лет 10-15, это система при сейф, когда водитель выполняет какой-то резкий маневр или резко тормозит, то есть, когда складывается экстремальная ситуация, машина тут и ремни подтягивает, и окна закрывает, если она открыта, то есть куча интеллекта. А еще выходит в интернет и заказывает венок. Предупреждает о машинах в мертвой зоне. И еще вот, ну, тоже в этой машине нет этой функции, GLC может реагировать на движение в поперечном направлении. Это когда ты засмотрелся в сторону, выезжаешь на перегрезд, тогда тебе тут слева или справа прилетает что-то. Поэтому в этом случае он остановится, подаст сигнал и остановится. Ну, и... Чудо, просто чудо. За никакой уровень комфорта, то есть у нас огромные колеса. AMG-пакет, то есть подвеска пожестче, ну, плавность хода вообще классная. Да, ну, полтора сантиметра ниже пружины, вот. Но подвеска обычная, здесь пружинная, не адаптивная. Аморцизаторы тоже пассивные. Ну, плавность хода отличная. То есть таких самых противных, на мой взгляд, стыков поперечных, да, и трещинок асфальта GLC не замечает. Ну, такие, значит, такой, дрынь слышно. В плане комфорта подвески поддержу. Да, у него действительно классное шасси очень. Комфорт сохранился, комфорт достойный. И управляемость. То есть машина, конечно, очень чутко реагирует на руль, быстро сменяет направление движения. Все такое информативное, поджарое. Ну, мне нравится. И вот даже двухлитровый моторчик, он 210 сил, 350 ньютонов момента. Он отрасленно, он темнеет. Он едет, да, он едет просто хорошо, приятно, и мощности хватает во всех ситуациях практически. Там даже при напряженных обгонах или еще где-то. В общем, ну и тихо. Тихо, очень тихо. Вот единственная современная технология, которую я не понимаю, где-то даже не одобряю, это вот 9-ступенчатые автоматы, подрулевые лепестки. Вот, Паш, как ты думаешь, в этих передачах кто быстрее разберется, водитель или электроника, которая просто обязана разбираться в этих передачах и уметь их щелкать. Ну, вот автомат умеет переключаться на 4 передачи вниз. Вот кто быстрее на 4 передачи вниз переключится? Автомат или 1, 2, 3, 4? Ну да, пожалуй, 4 нажатия, да, займут гораздо больше времени, чем просто педаль газа в пол, и автомат сам скинет нужное количество передач. Ну да, вот это на самом деле полный бред. 9-ступенчатые коробки, подрулевые лепестки, кому они нужны? Кто их будет вот так перебирать? Ты просто тупо забудешь вообще на какой-то передаче ехал и сколько раз нажал его. Поэтому лучше довериться автоматике, оно тут работает абсолютно адекватно. Автомат переключает передачи плавно, быстро. Но в некоторых режимах, я замечу, подтергивает автомат. Особенно в переходных режимах, когда, например, скачет скорость где-то в пределах между 2-й и 1-й передачами, вот есть такие небольшие рывки, когда автомат не понимает, какую ему передачу ваткнуть надо. В спортивном режиме автомат, если мы, например, ехали на 7-й передаче, он предлагает ехать на 5-й передаче, при этом скорость отвлека на кикдаун не увеличивается. Если нажать на кикдаун, автомат переключится на несколько передач еще ниже. И вот 100 км в час мы едем в суперспортивном режиме на 3-й передаче. Мотор тут ревет, джужит. Ну, в общем, этот режим на самом деле хорош для серпантина, которых в Беларуси нет. Ну, в целом, все равно направленность автомобиля в первую очередь на комфорт. Да. То есть все эти спортивные режимы на мой взгляд, Мерседесу не особо-то и нужны. Да, причем я бы сказал, что комфорт не такой, как у баржи, там у яхты такой современный, такой юный комфорт. Думаешь, машинка живенькая и при этом отлично сглаживает любые неровности дорог. Паша, как обстоят дела с интеллектом у Audi Q5? У Audi Q5 главный бортовой компьютер, помогающий во всех самых опасных и сложных ситуациях, это мозг водителя. Потому что, да, автомобиль старый, он уже на конвейере с 2008 года. И при этом каких-то особых интеллектуальных систем вот за 8 лет ему почему-то не докинули. Они ей интегрируются. Да, да. Вот, кстати говоря, зеркала у Audi Q5 очень большие. И поэтому система снижения за мертвыми зонами по большому счету здесь и не нужна. Давай забудем о ней. Как она едет? Audi Q5, конечно, автомобиль отличный. То есть вот инженерам удалось сделать вообще, наверное, такой оптимальный состав подобрать смесью. На века причем, да. На века. На 8 лет. На 8 лет автомобиль выпускается практически без изменений и при этом он остается актуальным. И вот это, пожалуй, главное достоинство Audi Q5. У него очень информативное рулевое управление. Очень сбалансированное шасси тоже. Но оно немножко жестче все-таки, чем у Мерсадеха. Получается, особенно вот мелкие неровности, она так начинает чуток потряхивать, подпрыгивать. Но спасибо высокопрофильным колесам. Да, резина здесь с высоким профилем и, соответственно, все вот эти моменты и нюансы хорошо сглаживаются. Ну да, на неровностях вот чуть-чуть потряхивает, но самую малость. Как-то GLC более так плавно парит над дорогой. И может быть чуть-чуть шумнее, но как-то шум вот от задней двери. Да, может быть самую вот толику такую, но Audi Q5 шумнее, но зато это помогает так живее воспринимать в автомобиле. Вот, и союз коробки передач и двигателя тоже, я считаю, отличный просто. Двигатель здесь двухлитровый турбок Мерседеса, только чуть мощнее, 225 лошадиных сил и автомат восьмиступенчатый. Вот, ну, работает абсолютно адекватно, тоже быстро переключается. Есть здесь и ручной режим, тоже, в общем-то, ненужный, потому что и в восьми передачах можно запутаться, не говоря уже про девять ступеней Мерседеса. Но есть вот. Легкие затыки у автомата все-таки встречаются, но это мы ехали в обычном режиме в драйве, можно поворотить в спортивном. Когда ты кикдауна продавливаешь, да, начинается нормальная песня мотора. А до этого момента он просто такой спокойный, очень тяговитый, с хорошей тягой во всем диапазоне оборотов. Да, это уже единственный спортивный режим здесь у автомата. То есть, как в Мерседесе, характеристики рулевого и отклики мотора не меняются. По-моему, они и так нормально откликаются. В Audi K5 нет такого, прямо, чтобы она дышала премиумом. Ну, это просто действительно очень хороший, очень качественный автомобиль, очень сбалансированный, но без излишнего пафоса абсолютно. Годы все-таки. Годы берут свое, да. Но самое главное, что годы не взяли свое в драйверских качествах машины. Почему-то я уверен, что в части управляемости Audi должна взять верх над Мерседесом. Все-таки и шасси настроено более азартно. Есть кнопка отключения системы стабилизации, но я знаю, что отключается она не полностью. Но посмотрим, что позволяет Audi K5 сделать водителю. Коробка у нас в спортивном режиме. Система стабилизации отключена. Пиктограммка системы стабилизации не мигает во время вот таких резких маневров, которые имитируют объезд препятствия. Но при этом чувствуется, что автомобиль все равно плотно стоит на дуге и электроника не дает развиваться ни с носу, ни за носу. Ну что ж, отключение системы стабилизации, в общем-то, не дает никакого видимого эффекта. То есть автомобиль все равно четко стоит на траектории. Электроника не позволяет никаких вольностей, ни сносов, ни заносов. Поэтому ощутить всю прелесть шасси Audi Q5, к сожалению, не получается. Хотя потенциал у него очень велик. Автомобиль все равно заводит. Управляемость Mercedes GLC мне очень нравится. Он очень быстрый и точный в реакциях, юркий, очень спонтанно, быстро сменяет направление движения. Но вот как-то порулить, активно поездить, подъезжать шинами в повороте не получается. Система стабилизации постоянно на чеку. Если совершать какие-то резкие объездные маневры на дороге или переборщить со скоростью в повороте, то Mercedes GLC начинает скользить наружу поворота передней осью. Тут же просыпается система стабилизации, ограничивает тягу двигателя и прикусывая тормоза внутренние, заправляет автомобиль на дугу. То есть позволяет ему вернуться на траекторию. Наше любимое диагональное вывешивание. Потому что какой кроссовер обходится без него? Геометрические параметры Audi Q5 вполне себе ничего. Никакую электронику не отключаем, потому что именно она у нас будет выполнять роль блокировок дифференциалов при диагоналке. Едем, едем. Вот. У***! Это было только что, ребята, очень круто. Audi просто исполнила такой пируэт дикий. Могу сказать, что система стабилизации прекрасно справляется с ролью имитации блокировок межколесных двигательных и Audi из диагоналки выезжает на ура. Любой кроссовер, даже премиальный, должен что-то из себя представлять на бездорожке. Так, первое внедорожное испытание диагональное вывешивание. Специально медленно его сделаю. Позволю машине вывеситься. Вот мы качаемся. Причем геометрической проходимости достаточно. Бампера не задевают. Так, вот мы висим в попытках выехать. Электроника прикусывает тормоза. И мы вообще легко, без напряжения выезжаем. Почему-то здесь останавливаемся. Давай-ка, Мерседес. Поехал. Все, красавец справился. У нас, как обычно, песчаный карьер прислал наряд. Два автомобиля. Отправляемся туда на Audi Q5. Посмотрим, какой из нее вездеход. Вот могу уже сказать, что по глубокому песку машина едет отлично. Система стабилизации выборочно подтормаживает те колеса, которые имеют плохое сцепление с поверхностью и перекидывает момент на те, которые имеют хорошее сцепление. И автомобиль просто, слегка похрустывая тормозами, двигается вперед. Ничего не надо думать, придумывать. Просто давите педаль газа. Нет, ну вот это уже оказалось слишком. Песчаный подъем. Ну и, во-вторых, скорость была маловато для того, чтобы взять его вот так вот в натяг. Попробуем взять небольшой такой подъем, песчаный, с очень рыхлым песком, с включенной системой стабилизации. И потом попробуем ее отключить. Отключится у нас не стабилизация, а противобуксовка. И узнаем, какой вариант лучше. Сейчас едем с помощью электрозы. На тихом, ровном газу. Вот у нас мигает пиктограммка системы стабилизации. В общем-то машина спокойно поднимается и даже на подъеме поворачивает и продирается сквозь глубокий песок. По-моему, просто отлично. Так, ну что, второй круг. Отключаем систему стабилизации. Я скажу так, что второй вариант, наверное, даже проще, лучше и удобнее, потому что электроника позволяет колесам немножко пробуксовывать и за счет этого набирается скорость. Вот даже на эту горку, на которую мы не могли заехать изначально, машина поехала. Колеса буксуют, машина едет отлично. Так что, наша рекомендация, если глубокий песок какой-то, то, наверное, лучше все-таки отключить систему стабилизации и попробовать сходу и с таким ровным газом, не сбрасывая и не добавляя. Каких-то особых внедорожных режимов у GLC нету, поэтому остается только довериться автоматике. Кроссоверы Mercedes с пакетом AMG. Я имею немножко иную настройку электроники. Основная разница в том, и она очень актуальна в карьере, это то, что внедорожные функции там немножко урезаны. То есть не слишком изящно будет работать противобуксовочная система, да, система имитации межкалезных блокировок. Поэтому сделаем скидку на этот момент для конкретно этой машины с пакетом AMG. Пробуем подняться на пологую горку с очень глубоким песком, разгоняясь с места, никаких кнопок я не нажимаю. То есть все работает в штатном режиме. Так, газ, пол. Давай, Mercedes, давай, 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 давай. Да, совсем электроника душит. О, мы почти останавливаемся. Давай, давай, вот у нас дело решил набрать. Вот электроника контролирует абсолютно все. Только рулю я. Нет, не поднимаемся мы. Итак, вторая попытка. Больше ходу. Большой спуск. Ну, помогай, давай. Электроника полностью все душит. Ход падает. Давай, мысотесик сваливается в колею. Нет. Сейчас я спущусь вниз. Отключу хотя бы противобуксовочную систему. Поможет ли это. Ну, с Богом. Давай. Вот. Больше буксовок. И мы легко выезжаем. Да, вот в чем суть. Электроника в данном случае, конечно, работает очень бережливо. Ну, скажем так, не распознала она такой неприятности, как песчаный корье, глубокий песок. Поэтому отключение противобуксовочной системы в данном случае очень помогло. Ну что ж, дорогие зрители. В результате наших длительных, изнурительных и всесторонних испытаний мы пришли к очень важному выводу. И он таков. Мерседес это Мерседес, а Ауди это Ауди. И больше нам добавить нечего. Да. Я добавлю. Ставьте лайки и подписывайтесь. А если серьезно, то хочется порадоваться за Ауди Q5. Автомобиль выпускается уже много лет, а если точно, то 8. Но при этом продолжает держать в тонусе конкурентов. Потому что в нем есть очень много хороших качеств, до которых остальным еще нужно тянуться. Ну, а мне, если честно, больше нравится Мерседес. Он тише, комфортнее, приятнее в мелочах. В нем есть интеллект, но, признаюсь, по сравнению с Ауди Q5 какого-то огромного прогресса не ощущается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!